привет всем и добро пожаловать новый блог мой кулинарный блог девчата сегодня будем с вами выпекать рулет девчата потому что я обращаюсь девчатам да много мне просто женщины пишут да о кулинарии за ночь сегодня тоже мне много много просмотрели людей именно тех которые год назад знаете я снимала видео сегодня я вам покажу тоже вот такой вот рулет маковый я давно не пекла рецепт очень легкий очень-очень легкий без сметаны и вообще без любого кисляка что нам к этому надо две пачки дрожжей ой дрожжей извиняюсь мака мак это и дека я покупала в деке обыкновенная по 250 грамм такое вот ну тут у меня как 500 грамм тут мало практически поэтому я люблю чтоб были было много начинки и была на погуще да вот 100 грамм масло сливочное топленое если нету то подсолнечное тоже можно заменить щепотку соли потом три яйца из этих трех яичек мы берем как всегда желток да добавляем туда или столовую ложечку молочка или водичку и закрываем ну чтоб не заветривалась 25 грамм дрожжей 120 грамм сахару пачечка ванилина самого простого кто любит больше ванилин то берите черный он прям чувствуется но я такое сильно черное не люблю именно вот такой знаете как крапинку не знаю такой простой знаете сахарный он просто дает запах 250 миллилитров тепленького молока сразу сюда прям вливаю и мука мука смотрите я уже вам объясню у меня иной раз выходит 600 бывает 700 выходит гранда смотрите по своей муки пока у каждого фирма разная и смотря у кого какие яички но у меня прям вообще маленькие яички я думаю что возьмет мало у меня муки ну посмотрим как сказать да так потому что бывает больше бывает меньше у меня тоже иной раз то так то так ну девчата приступим приступим отвлеклась на надолго извиняюсь и все девчата вот такая вот тепленькая да я никогда не делаю как ложку например на сто двадцать грамм сахару я никогда вы уже знаете никогда две-три ложки беру отдельно у меня сразу идет все 250 миллилитров молока значит молока 100 грамм например сахар сахару 120 или 120 грамм я делаю все вместе теперь оттуда мне надо просто кашицу никогда три-четыре ложки не беру отсюда ну и это просто моя привычка это кто как пекет кто как пекет это все пекут конечно по разному вчера тоже мне написали например про фарш да девчата отвечаю сразу фарш я всегда делаю яйцо чтобы я не манты там или чур яйцо она схватывает фарш она не рассыпается она вот как такое вот и насчет чебурек до чебуреков у меня очень много рецепта есть без я ведь есть кипяток есть кипяток и холодная вода холодную воду я всегда добавляю яйцо потом тоже мне говорили когда делаешь например блетотай да как он по-русски будет слоеное тесто да туда конечно туда не надо яйцо добавлять я тоже это знаю тоже мне рецепт есть есть очень много вариантов например чебурек очень много мне столько рецепта вам просто просто не передать есть просто как на пельменное тесто у тоже очень хороший мне тоже часто мама пекла густое тесто дело она отрежется и тоненько-тоненько тоненько раскатывала тоже очень-очень вкусно все на улице у нас сегодня тепло вам просто не не как не передать этот знаете теплый теплый за этот воздух очень тепло вчера тоже ходила на дачу не успела видео снять начала прибраться потом одна подойдет соседка вторая соседка и все не стало ничего снимать пришла домой где-то восемь часов все девчата вот так вот я отложу да и пускай она у меня будет пускай поднимается так добавляю сюда муку мука такая всегда говорила кауфлан и лидл это 105 делаем сегодня у меня путин буду сегодня делать сюда добавляю ваниль сегодня буду делать знаете эти гордышки индюшачьи так печь я люблю я люблю очень печь у нас почему-то это вот зуба съедается но я делаю часто стараться делать просто поменьше если над мир что-то остается я или людям или вот всегда вот пациентам приношу очень люблю вообще это моё и один желток сейчас я накрываю потом столовую столовую ложечку водички и потом будем смазать это наша смазка будет так дальше что нам надо добавляю сюда соль щепотку вот такой вот хорошую такую щепотку чтобы соли никак соль она разъедает яйца опару я не накрываю если дрожжи хорошие они поднимутся сразу она у меня не высыхает не выветривается так масло будем добавлять когда уже начнем тесто месить так что теперь нам надо спрашивали что и как уже объясняла самое лучшее мой мак это русском магазине самое лучше вчера не было мы ездили когда ногти делать не было бы я специально зашла но не было люблю когда много маку если мак сильно густой и не вы не можете его например девчата по всей по всему этому кругу да по тесту раз замазать да добавьте ли столовую ложечку варенья или желток покажу сейчас вам какой сейчас я посмотрю у меня есть идею то я в 100 грамм изюма запарил если есть давно что-то я с этим изюмом не работала если есть изюм то пусто изюм сюда добавлю и просто все перемешаю изюм сюда любой подходит видите один густой а второй более жидкий какой запах хороший убираем нашу наш мак все-таки нашла я тут изюм тут ложки 3 в этом изюме конечно было надо купить изюм я уже когда же на перед пасхи покупала я он у меня остался изюм где-то был вот такой вот маленький я его вот запарила это уже сюда пошел так посмотрите как поднялась опара поднялась а до того быстро посмотрите какая красота все перемешиваем пускай у нас немножечко воздух добавляем маши яйца ой как тепло на улице открыла представляете сейчас я что я забыла сделать постелить свою клеенку вот что я не забыла сделать так на улице хорошо вам просто не передать сюда вот так вот сделаем она хорошо прилипает все и что добавляем нашу муку то 200 250 грамм я всегда сначала полностью 250 грамм добавляем чуть-чуть сюда подвину как вкусно пахнет тестом дрожжевым очень очень люблю запах вот этот вот все сейчас еще 250 грамм насыплю насыплю достала подсолнечное масло нам надо будет где-то столовую ложку для замеса все замешиваем добавляем наше сливочное масло и вот так вот столовую ложечку ой стал даст столовую ложечку хватит такую с горочкой для замеса теста все теперь я это убираю мне не понадобится больше венчик и начнем с вами вымешивать тесто уже здесь на коврике так ну все теперь сюда высыпаем наше тесто и здесь будем вымешивать хорошенько затирали стеночки муку наверно больше нам не понадобится хватит ну 600 грамм у меня ушло все теперь наше масло сюда подсолнечное выливаем выливаем все и хорошенько ну наверно минут пять шесть будем сейчас вымешивать все 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 ну вот посмотрите вообще не прилипает все теперь мы его ложим чашку до накрываем и нам надо что два раза хотя бы она поднялась так я сегодня прям разрываюсь посмотрите только я помыла отмочила хорошо эти горлышки горлышки очень вкусные я говорила индуши и индушачи и да я очень люблю с него холодец до того у вкусный вам просто не передать вот такие не куриные именно такие сейчас руки вытеру а хочу вам просто показать что я как делаю как я жарю да я жарю и на масле включая сковородку с утра уже кукурузу отварила там у меня заус подливку так это посмотрите это рамада сумбраты для жарки так вот я делаю все сейчас она мне наколит на к лице и я люблю закидывать уже мою эту мой потом так что еще хочу сказать пока я тут обрабатывала мыло это мясо все как вытащила посмотрите у меня уже все у меня уже тесто аж налезет можно это убирать посмотрите тесто до того быстро поднялась вам просто не передать тесто хорошее смотрите какая красота а я девчата тесто мое поднялась а но у меня я думала я камеру включила а камеру я не включила посмотрите Аж расстроилась. Тесто у меня вот такое получилось. Разделила я его на три штуки. Это я хочу заморозить. Ну, сейчас посмотрим. Вот у меня есть такое. То камера сама собой включается, то сейчас разговариваю и разговариваю, не поняла, думаю, что тут у меня не горит. А я даже не включила. Ну, ничего не сделаешь. Тесто поднялось хорошо. Я фотографию поставлю. Извиняюсь. Все, раскатываем тоненько. Вот так вот. Тонко, аккуратно. Это у меня уже не первый раз вот такое. Так же, как я дальше начала снимать, я рассказывала. Все, уже все закончила. И что вы думаете? Начала, думаю, сейчас приду домой, пока я переработаю это все. Прихожу домой, а у меня одни фотографии стоят. Вот так вот бывает жизнью. Смотрите, какая красота. Где моя ложечка? Ну, зато самое главное вам это рецепт. Рецепт очень хороший. Жарить будем на 180 градусов. Жарить будем на 180 градусов. Вверх-вниз, без конверсии. До конца не смазываем. Как раз на две штучки хватит. И вот так вот делаем. Смотрите, какая красота. Он хорошо и легко размазывается. Посмотрите, как хорошо размазывается. Все, ну, теперь вот так вот закручиваем его. И вот так вот делаем. Ну, вот такой вот он получается. Смотрите, какая красота. Прилипаем. Вот такая вот прелесть получается. Сюда его поскладываю. Вот так вот. И вот этот просто простой. Ничего не буду делать. Никакие украшения. Чисто такой вот. Влог у меня сегодня прям по-домашнему. Одна еда. Ну, все, сейчас будем смазывать. Нужно как-нибудь так залепить, украшение сделать, украсить, где скручивается. Вот так вот я сегодня хочу прям. Как бусинки. Как будто висят. Хочу такие сегодня сделать. Вертушечки. Вот так вот. Вертушечки. В Mediaест. Хочу. ВDel�. Впереди. Верни. Теперь, девчата, смазываем тут один желток и водичка. И пускай немножко у нас постоит, немножко поднимется и можно уже в духовку ставить. У меня вот где-то выпекается где-то 40-42 минуты, смотрите по своей духовке. Все, оставляем. Так, смотри, девчата, теперь добавляю сюда два чесночка, еще раз подкручу чуть-чуть. Сначала я их зажариваю хорошенько, а потом уже тушу. Луку туда побольше делаю, чеснок сейчас, потом еще чеснок одну, один зубец туда делаю и все, укроп, то как делает. Я вот так вот делаю, потому что я так смотрела, все готовят по-разному. Сразу протираю все, ну все можно складывать. Смотрите, сколько мяса. Укладываем. Я хорошенько замочила, отмочила, потом вымола два раза. Они продаются. Они продаются в русском магазине. Выкладываю. Еще одна влезет, влезет. Все, не закрываю, пускай они у меня жарятся. Так, выключусь. Теперь посмотрите, как они у меня увеличились. И вставлю теперь я в духовку. Мои рулетики, посмотрите. Такой запах. Посмотрите, как они поднялись. Какие они большие стали. Смотрите, какая красота. У меня тесто всегда хорошее. Хочешь тоненькое, хочешь маленькое. Вы видели, прям сантиметр был. Все равно они у меня большие. Как не крути, такие, как они есть. Ну и все. Сейчас я потом налью водички. Потом шлакзаны. Это сливки. И луку туда. И все. И будет оно у меня все вместе тушиться. Видите, как хорошо зажарилось. Вот мой. Я люблю зажаристое. Что было. Смотрите, какая пелесть. Так, сейчас теперь с этой стороны. Закрываю крышкой. Рулеты мои. Уже посмотрите, какие золотистые. Скоро надо их тоже уже вытаскивать. Вот только вытащила. Но еще горяченькие. Еще горячие. Так положила друг на дружки, чтобы они у меня быстро остыли. Очень вкусные. Посмотрите, какая красота. И вот мои гордышки тушатся. Уже почти готовы. Тоже уже буду выключать. И ждать моих детей. С холодильника вчерашняя гречка уже говорила. Картошка у меня есть. Сегодня ничего не буду варить. Да, Рики? Лишнего. Самое главное, чтобы мой Рик был в духе. Вот, пожалуйста, Рикочки, жарко сегодня. Да, Рики? Вышел с балкона, зашел. Потом опять вышел. Да, у нас правда сегодня очень жарко. Ну, вот. Мои рулетики еле переложила. Еще, конечно, горячие. Смотрите, какая прелесть. До того мягкие. Вам просто не передать. Конечно, пока вытаскивала. Один уже сломала. Вот тот тоненький. Как всегда, не могу без происшествий посмотреть. Смотрите, какие они мягкие. Мягенькие, мягкие. Смотрите. Этот прям вообще мягкий. Так, только подключился. Потом покажу вам вблизи. Разрезала его. Он у меня уже немножко остыл. Хочу показать вам тесто. Какое тесто. Вот такое, посмотрите. Какая вкуснятина. Видите? Какое хорошее тесто. Разлаивается. Разлаивается. Посмотрите, какие слои. Расслаивается. Очень, очень хорошо. Посмотрите. Видите? Как хлебушек. Обыкновенная булочка. Смотрите. Я очень рада. Я очень рада. Я очень довольна. Так что, советую вам. Делайте это очень легко. Быстро. Это очень быстро. тесто поднимается тоже очень быстро тут я сделала наверх карамель карамель у меня такая густая потом туда же сделала наверх малина малина у меня свежая всегда в холодильнике и один вот у меня такой вот видите рисунок а другой вот такой вот простой уже я говорю очень очень вкусный он очень очень легкий еще раз покажу вам такая вкусная дина получается ну все буду с вами прощаться большое большое спасибо вам всем за просмотре всем пока хорошего вам дня